татьяна фаэтона хочу научиться рисовать но мне не нравится тени от предметов но все художники их рисуют но не все смогу ли я стать художником если не буду рисовать тень спасибо татьяна за прекрасный вопрос и друзья за лайки не забывайте подписываться и ставить всякие многоточия ну лайки после каждого видео это развивает наш канал вот ваш ваше участие спасибо я помню когда был совсем юным рисовал но много всяких рисунков и мне посоветовал один человек показать свои рисунки строгановцам я родился в тули в небольшом поселочке я поехал там местный союз художников и привез свои рисунки строгачам ну там они работали в большой мастерской они меня тут же усадили позировать какой-то пиджак дали ну неважно главное что они посмотрели рисунки и мне казалось что все в порядке я был юный совсем вот но они показали сказали посмотри вот там альбом с рисунка с их рисунками портреты там были и я конечно обалдел это там не было тени кстати татьяна это был конструктивный рисунок строгановский это я вот тогда впервые увидел я увидел объем я ничего не понимал как это все сделано но я увидел разницу между моими и их рисунками это меня очень сильно воодушевило но на на подвиге да на то что нужно этим серьезно заниматься что собственно они мне и советовали именно в строгановке я увидел почему я может быть поступил это было каким-то поводом все-таки вот тот начальный импульс к принятию решения может быть из-за того что тогда мне понравились их рисунки и в отличие от суриковских я увидел разницу да в суриковском институте такой светотеневой рисунок там есть и тени на падающие собственные а в строгановке это исключалось начистотом там там нам сразу говорили что конструкция важнее всего никаких теней это не абсолютно не важно но конструкция как что это такое нос на первом курсе уже было сразу понятно да даже еще раньше когда готовился и нужно было развивать это направление она очень сильно помогло вот конструктивный рисунок там действительно для тени не важны там все что ближе к вам вот например вот эта часть она активнее и просто вот как куб вот эта часть туда а перелом в другую сторону и все зачем тени так что но fashion кстати тот же мой любимый говорил что тени не важны свет всегда в любую минуту может измениться и посмотрите действительно в его работах живописных нет теней эта конструкция и есть пятна пятна цвета пятна различных мозаично уложенные эти пятна да там хаос не кино но там посмотреть там нет падающих тени и собственных там все все вот вот пожалуйста вам пример вы не только можете стать художником вы просто это просто путь к тому что что конструктивный рисунок важнее всего потому что объем передавать тени это второе объем 1 ну я за это те не могут быть намеком так что не рисуйте тени если речь идет о каких-то предметах если вы пишете пейзаж там там свет освещает по-разному предметы и тень как часть композиции она так может быть интересно что свет и тень работает а если это предметный мир но я не знаю тот же натюрморт в рассеянном свете там может быть и не быть тени но просто помните что что когда-то вы может быть захотите включить включить тени как часть композиции в своей работе это не умолит их достоинство наоборот может быть увеличить некий диапазон то есть не не это главное наличие тени отсутствие тени главное другое конечно кстати на моих видео уроках я очень подробно говорю и показываю что на мой взгляд главное в живописи так что заходите волны в онлайн школу и присоединяйтесь к урокам и к живым классом ближайший будет в бахчисарае вот 2 3 уже и 4 октября еще может быть там пару мест так что ну соединяйтесь контактируйте со мной оставляйте заявки будет очень интересно это совершенно удивительное место где я не был и мечтаю побывать так вот не это главное татьяна наличие тени или отсутствие много всего главного но все-таки первое это некое видение о котором вот мы говорим на классах и и на видео уроках в формировании особого видения художника который замечает вот все нюансы мотива мира который на которую смотрит после первого же класса мне ребят студенты говорили что их их видение настолько изменилось что они ехали на второй день класса там но транспорте и смотрели по-другому на все вот это самое ценное по-другому видеть научиться но вот этому собственно я посвящаю все мои занятия и вы остаетесь при своих предпочтениях ваших стилях что вам нравится это ваше это ничего не изменяется я не ни в коей мере не изменяю ваших предпочтений нравится вам кандинский ради бога нравится вам шишкин да пожалуйста благодаря новому видению появляется некий но некий новые горизонты которым вы стремитесь и расширяя диапазон ваших возможностей все только в этом это очень интересная дорога так что включать в мои программы они очень интересны буян бойлан подскажите как лучше оформить работу написанную пастозно маслом на грунтованной бумаги но буян надо наклеить ее просто на что-то жесткое но возьмите пенокартон например или просто картон какой-нибудь купить и в передвижнике например но нет не такой пористый к из которых коробки делают а такой но жесткий достаточно пенокартон 5 миллиметровый вполне берет покупайте еще в том же передвижники или в строительном магазине резиновый клей и шпатель на шпатель значит вот у нас например шпатель нет вот это у нас например шпатель окунаете в банку врезать с резиновым клеем так ну чтобы на нем было и прям проводите вот так по давайте здесь покажу вот на клей значит у вас пенокартон на нее положили бумагу он не положили сначала пенокартон взяли вот резиновый клей окунули в банку и проводите тонким слоем шпателем раз он высыхает моментально то же самое на обратную сторону вашего живописного произведения также его раз высыхает и приклеили резиновый клей изумительное средство есть дорогие всяческие клеи для таких целей но вот профессионалы колхозники коим я отношусь утверждают что резина ничуть не хуже ну испаряется там бензин и все он не влияет в общем то вроде бы но если кстати влияет как-то на красочный слой тогда напишите реставратор но по-моему не замечено потому что на резиновом клею столько всего делается но в учебных заведениях мы макеты всячески я не знаю на красочный слой я не советовали это профессионалы которые этим занимаются именно резиновый клей ну а дальше паспарту или просто рамка главное чтобы это была основа такая которая вот ровная да и его главное что не ведет работа на ней не коробится если использовать водяные всяческие клеи то будет шкарабление а резиновый нет так что вот такой совет а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok